Девушки отдыхают Вся жизнь потекла по весенним законам Теперь от любви не уйти никуда, не уйти никуда В эту золотоволосую красавицу влюблялись все Ее поразительная женственность мгновенно очаровывала Великие маршалы преклонялись перед ней, а поэты посвящали стихи Миллионы женщин страны подражали ей Красавица, талантливая актриса И на театральной сцене, и в кино она была рождена покорять Она имела огромный зрительский успех И у мужчин, и у женщин Конечно, в ней было то, что тогда они называли этим словом В ней была природная сексуальность Декабрьским утром 1975 года в фойе театра киноактера Внесли гроб Все присутствующие на панихиде с ужасом смотрели На неузнаваемое лицо умершей Поверить в то, что в гробу лежит некогда ослепительная красавица Популярнейшая актриса не мог никто И лишь выставленный в изголовье портрет смеющейся кинобогини Напоминал всем, что это никто иной, как неподражаемая Валентина Серова Валентина Серова родилась 23 декабря 1917 года под Харьковом Ее мать, Клавдия Половикова, была известной актрисой От нее-то и передалась маленькой Вале любовь к театру Когда ее исполнилось 6 лет, они с матерью переехали в Москву В 8 лет девочка уже вышла на сцену студии Малого театра В том, что дочь Клавдии Половиковой, прирожденная актриса, никто не сомневался В ней очень рано проявилось нечто более ценное, чем красота Обаяние и магнетизм В 14 лет она поступила в Центральный техникум театрального искусства А в 15 половикову младшую уже официально приняли в труппу театра рабочей молодежи Здесь она проработала почти 17 лет Художественный руководитель Трама Илья Судаков очень ценил Валентину Она много играла и очень скоро стала ведущей актрисой театра Она была органична в любой роли Она как-то умела раствориться в обстоятельствах, в драматургии Был ли это Островский, был ли это позднее Константин Симонов Или это знаменитая ее звездная роль в «Серанода Бержерак» Роксана Она вот себя мгновенно ощущала героиней Это особая совершенно часть дарования, качество дарования Которое иногда даже больших актеров не посещает Это качество даже не актерское, видимо, человеческое Она держалась на сцене с легкостью и играла свои роли непринужденно С какой-то детской непосредственностью Ни гротеска, ни пафоса или романтики Играет, как дышит Героини-актрисы были очаровательны И совершенно не умели противостоять реальности Серова тогда не играла Она сама была именно такой Никогда не хотела и не умела бороться И жить поэтому ей было невероятно сложно Она не была сильной женщиной Она была женщиной, пока она была молода, красиво, востребована И у нее все было в порядке Она была женщиной уверенной в себе В некотором смысле она была современной женщиной Потому что у меня есть всех описаний, которые связаны с ее жизнью и так далее И мне более всего поразило, что она в своем велесе сама сидела за рулем Что даже для современной ситуации трудно представить себе женщину за рулем Хаммера, например А в тот период это вообще несколько фантастическое Вот это вот такое ощущение абсолютно полной свободы Полной вседозволенности, полной востребованности Это, конечно, чувство опьяняющее Поэтому, когда это чувство исчезло, пришло реальное опьянение В 1938 году на одной вечеринке Валентина познакомилась с летчиком-испытателем Героем гражданской войны в Испании Анатолием Серовым Это была любовь с первого взгляда Уже на третий день Анатолий сделал актрисе предложение Они расписались 11 мая, через 8 дней после знакомства Это была красивая, звездная и бесконечно счастливая пара Серов пылко любил свою молодую жену Она чувствовала себя желанной и единственной Ради нее он совершал безумные поступки Например, мог вечером проводить Валю в Ленинград, а потом сесть в самолет и утром с огромным букетом цветов Встречать ее уже на перроне московского вокзала Летом 1938 года молодые провели в поселке Архангельское Серов каждое утро уезжал на тренировки В полдень эскадрилья из пяти самолетов знаменитая пятерка Серова с диким ревом приближалась к поселку Самолеты показывали в небе несколько виртуозных фигур И потом сбрасывали на дом Анатолия и Вали цветы Серов чертил в голубом небе Люблю, Валя, Лапа Затем самолеты скрывались за горизонтом Любовь никогда не бывает без грусти Но это приящее Не хватало любви, конечно Роли в кино были производными И возможности переживать дополнительные судьбы Дополнительные эмоции Естественно эмоции в жизни сильнее, чем эмоции на экране Для зрителя наоборот Для зрителя эмоции на экране сильнее, чем эмоции в жизни Поэтому ей не хватало У нее был такой синдром эмоционального дефицита Очень сильный Но вообще характеризирующий современную жизнь Из-за чего, собственно говоря, появляются такие вещи Как алкоголизм, наркомания и так далее Хочется все еще более сильных, более сильных, более сильных ощущений Даже когда у тебя все благополучно Я бы не удивился, если бы там узнал, что там Кольцов с наркотиками в период своей славы, а не после этого И там наверняка пила много Так же в годы славы, как пила много после Но там я что-то удерживала на плаву А тут я перестала что-то удерживать, осталось только это Так что эмоциональный дефицит как бы главная вещь А для актера, который живет еще, переживает несколько жизней Это особо трудно Безумный, сказочный роман Валентины и Анатолия длился недолго В мае 1939 года при испытаниях новой модели самолета Летчик трагически погиб Произошло это в день годовщины их свадьбы Через 4 месяца Валентина родила сына У него были отцовские синие глаза В память о муже Серова назвала ребенка Анатолия Позже судьба Вали наполнится разнообразными и яркими событиями Она окажется в самом центре водоворота московской театральной жизни От поклонников не будет отбоя Но актриса через всю жизнь пронесет любовь к своему летчику И до конца своих дней останется Серовой В 1939-м Валентина снялась в фильме «Девушка с характером» и моментально стала популярной Катя Иванова – настоящая героиня Щедрая, открытая, легкая, как весенний ветерок Такой получилась советская комсомолка у Серовой Во всех своих удачных ролях Валентина играла женщину искреннюю, очаровательную, немного взбалмошную Играла себя И ее ждал неминуемый успех В 1945 году цензура разрешила выход картины «Сердца четырех» Запрещенной ранее как несоответствующей генеральной линии по патриотическому воспитанию масс Не замысловатая комедия о забавной любовной путанице, где с Серовой снимались Людмила Целиковская, Евгений Самойлов и Павел Шпринтфельд До сих пор смотрится с большим удовольствием А вы что, боитесь ноги замочить? В 1946 году вышел фильм «Композитор Глинка», за работу в котором Серова получила сталинскую премию и звание заслуженной артистки Ей было всего 29 лет И она вряд ли могла предположить, что на этом счастливая, а по крайней мере внешняя полоса ее жизни подошла к концу В ее профессиональной карьере тоже были свои сложности У нее две картины были Одна была совсем запрещена с трудей юноши, ее первая работа Вторая на четыре года отложен выпуск на экраны «Сердца четырех» Хотя потом картина пользовалась огромным успехом Так что практически только три главных роли на протяжении всей карьеры Ее судьба как актриса, тоже нельзя считать, что ее карьера сложилась абсолютно безоблачно Ее карьера сложилась на определенном этапе, но она также быстро разложилась Поэтому справиться с этим трудно, справиться с этим трудно даже когда тебя поддерживают Даже когда вокруг люди тебя любящие, помогающие тебе А уж совсем трудно, когда вокруг были все, а потом вакуум Женственная, ни на кого не похожая, обаятельная, хорошенькая, изящная, с серыми, теплыми глазами Валентина Серова очаровывала всех Женская часть зрительного зала воспринимала Валю как идеал, к которому хочется стремиться Она не была далеким, поставленным официальной пропагандой идеалом А простой и домашней, настоящей женщиной Многие называли ее не по фамилии, а просто Валечка Прежде всего она была женщиной Она была женщиной, она была удивительно умела раствориться в чувстве любви И, наверное, она прежде всего жила чувствами, а не актерской карьерой И, может быть, личность, вот женская сущность и женщина Серова Может быть, даже помешала актрисе Серовой Вне сцены, помимо непосредственности жажды жизни и обаяния Было у нее еще одно замечательное качество Что не наденет, все ей к лицу Она никогда особо о своих туалетах не заботилась Но любое платье выглядело на ней словно было пошито в Париже и специально для нее А головные уборы были ее изюминкой Валентина могла надеть что-то невообразимое И это что-то сразу же превращалось в элегантную шляпку Роскошные заграничные туалеты, шубы, украшения Все это будет потом, когда Серова станет женой известного писателя А пока у Вали несколько скромных платьев, блузки и старенькие туфли Которые она неоднократно перекрашивала под цвет своего наряда Актриса всегда умудрялась выглядеть неотразимо Вещи любили и покорялись ей Наших звезд одевали Допустим, Клара Лучко ехала на Каннский фестиваль Ей шили или она где-то брала на прокат какое-то платье, декольте, обнаженные плечи Я ни одной такой фотографии не видела У Валентины Васильевны всегда какая-то строгость И такая, я бы сказала, английский какой-то стиль Ну, это говорит о природном вкусе, элегантности И еще, наверное, о том, что она понимала, что она тот бриллиант, который не требует какой-то пышной оправы В 1940 году Валентина Серова начала играть спектакль «Зыковы» Роль Павлы удалась ей, как никакая другая Однажды во время спектакля она почувствовала, что что-то ей мешает работать Это был один из зрителей Как позже выяснилось, он не пропускал вообще ни одного ее спектакля Это был начинавший тогда входить в моду поэт Константин Симонов Ему было 24 года Насколько быстро она вот этот период максимальной востребованности пережила Насколько быстро он и кончился Собственно говоря, вообще, как бы, зрелость И не говоря уже о старении, для актрисы у кого-то получается лучше, у кого-то получается хуже Но в женской судьбе это, в известной мере, переход на некое иное качество Вот она в это иное качество не перешла Она осталась вот такой, какой она была, такой, который ее помнили И я думаю, что внутри себя она все равно вот жила вот той жизнью И когда эта жизнь от нее ушла, вот, она оказалась незащищенной Потому что у нее не было того, что называют крепкого тыла То есть не было людей, которые ей доверяли Известно, что Симонов ее возненавидел к концу жизни Он вообще терпеть не мог, что имя упоминали, что ее где-то снимали Он был тем человеком, который, как бы, всячески тормозил ее появление на экране Потому что ему было больно вообще на нее смотреть И его можно понять, вот, посмотрите, поскольку с ней были связаны тяжелые воспоминания в его жизни Как максимальная вера в то, что счастье возможно Так и максимальное разочарование в том, что оно оказалось невозможным Их роман стал впервые за всю новейшую историю Союза достоянием всей страны Зимой 41-го года на страницах «Правды» было опубликовано тут же ставшее знаменитым стихотворение Симонова «Жди меня» с посвящением В.С А в 42-м вышел в свет сборник стихов поэта «С тобой и без тебя» С посвящением Валентине Васильевне Серовой Эту книгу перечитывали сотни раз Стихи переписывали от руки, посылали на фронт Миллионы людей во время войны нуждались именно в этой отчаянно откровенной лирике Симонова «Жди меня, и я вернусь всем смертям назло Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло Как я выжил, будем знать только мы с тобой Просто ты умела ждать, как никто другой» Этот период жизни был для Серовой самым спокойным и творчески насыщенным Она была в моде, элегантная, зажигательная Много снималась в кино и выступала с концертами В 1943 году Симонов сделал Валентине предложение Она его приняла и стала женой поэта и драматурга Актриса не смогла устоять перед его обаянием и действительно блестящими стихами Симонова Он боготворил ее, она была его единственной музой Однако последние годы своей жизни, годы страданий и забвения Валентина Серова проведет одна В пустой квартире, покинутая всеми И поэтам Симоновым тоже 11 мая стала знаковым числом в жизни Валентины Серовой В этот день она вышла замуж за Анатолия В этот же день, через год, он погиб И в тот же день, 11 лет спустя У Валентины Серовой и Константина Симонова Родилась дочь Маша Поначалу Симонов и Серова были счастливой семейной парой Они жили в роскошной квартире на улице Горького Когда Константин Симонов стал главным редактором журнала «Новый мир» Его командировки участились Он писал Валентине каждый день «Нет жизни без тебя, не живу, а пережидаю и считаю дни Я так скучаю без тебя, что не помогает никто и ничто В это время на экраны выходит фильм «Жди меня» Он моментально становится всенародно любимым Ну ответь же мне хоть что-нибудь Хоть раз Ну А то я сойду с ума Лиза Ермолова, самая любимая героиня Серовой Кроткая, верная, в глухом закрытом платье Всю войну ждет мужа И, наконец, Ермолов своим ключом открывает дверь их дома В жизни Валентина Серова плохо переносила дни и месяцы Когда ее государственный супруг пропадал по заграницам У нее начались нервные срывы В спокойной семейной жизни настал конец Ко всему прочему, Симонов, недолюбливавший сына актрисы от первого брака Потребовал, чтобы тот жил отдельно Анатолия отправили на Урал в интернат для трудных подростков Разлука с сыном привела Серову еще в большей отчаянии Она начала пить Когда женщины пьют, это большое несчастье Поэтому он это не мог вынести В 1957 году, после 15 лет совместной жизни Симонов ушел из семьи Еще до того, как они окончательно расстались Симонов написал безжалостные строки Я не могу тебе писать стихов Не той, что ты была, не той, что стала И, очевидно, этих горьких слов Обоим нам давно уж не хватало Упреки поздно на ветер бросать Не бойся разговоров до рассвета Я просто разлюбил тебя И это мне не дает стихов тебе писать Собственно говоря, кто ее мог поддерживать Особенно Она перестала быть звездой Она перестала быть молодой, красивой женщиной Она перестала быть успешной Она перестала быть богатой Вот, и это судьба очень многих В том числе и великих актрис И великих актеров Которые упадевают, умирают Безвестности, в нищете Ну и, естественно, алкоголизм Который стал естественным следствием Того опьянения от жизни Которого она испытывала всегда Без, или почти без Дополнительных спиртных напитков Вот, когда осталось только это То это, естественно, опустошает Визиологический человек и психологический Вокруг него возникает такая Какая-то определенная среда Вот, дочка ее жаловалась на то Что ее там ограбили, обокрали И все, что можно, взяли И вообще собутыльники ее довели Черт знает до чего Но она жила такой жизнью После развода с Симоновым В 1957 году жизнь бывшей звезды Стремительно пошла под откос Она потеряла все Сына, мужа и красоту Которую уносила болезнь Оставалась только одна Маша Но когда Константин понял Что Валентина серьезная И неизлечимо больна Он решил, что их дочери Лучше жить с бабушкой Клавдии Половиковой Суд лишил Серову родительских прав Клавдия Михайловна оказалась Дамой с остальным характером И не подпускала Валентину К ее собственной дочери ни на шаг Сложились довольно болезненные отношения с матерью Как мне кажется Дело в том, что Клавдия Михайловна Половикова В свое время была очень популярной театральной актрисой Но постепенно Слава дочери в какой-то степени стала вытеснять славу матери Почему? Потому что кино и театр Всегда кино приносит больше популярности, известности, славы и любви зрительской И мне кажется, что там возникли какие-то вот тоже, может быть, какие-то чувства Ревности к успеху, зависти Под конец видели очень сложные отношения А это очень тяжело Потому что ближе матери вообще никого нет А у женщины тем более И, может быть, в самый тяжелый момент именно мать помогает А если здесь были какие-то иные отношения Это, наверное, усиливало ощущение драматизма своей судьбы В это же время практически завершилась и карьера Серовой Как актрисы театра и кино В июне 1950 года Серова ушла из линкома Перешла в малый Дисциплина здесь была железная И Серова не раз вызывали на товарищеский суд за прогулы Потом, засрыв спектакля, ее уволили После этого Серова в течение 9 лет работала в театре имени Моссовета В кино Валентину почти перестали приглашать А если и давали роли, то чаще эпизодические Последние роли в кино ничего в творческом плане для нее не значили Они лишь позволяли ей продолжать жить И она пела все больше и больше Она числилась в театре киноактера И за последние 15 лет жизни ее сняли По-моему, два или три раза Было очень видно следы алкоголизма И потом был печальный конец Актриса в 70-х годах числилась в штате театра киноактера В котором у нее не было работы Она хотела играть, но изо дня в день слышала только одно Нет, Валечка, для вас нет ничего И тогда актрисе приходилось распродавать личные вещи и драгоценности Могла случиться настолько большая любовь И настолько удачное стечение обстоятельств Что она нашла человека, с которым прожила бы всю жизнь И была бы счастлива Но на том этапе, на котором она была востребована Она была человеком очень далеким От какой бы то ни было представления о супружеской верности О всех этих вещах Поэтому должен быть человек, который бы ее терпел в этом качестве А эта вещь тоже достаточно редкая И потом бы перешло бы такой спокойный, тихий Значит, пенсионный брак знаменитости Он бывший маршал, она бывшая актриса И жили бы по-прежнему на Тверской Но это позитивный сценарий, который очень маловероятен 10 декабря Валентина Васильевна отправилась в театр за зарплатой Что было дальше, не знает никто И ее подруга, которая работала ассистентом Режиссера в театре киноактера Елизавета Канищева У которой были ключи И она пришла, она два дня не была И застала ее мертвое тело, лежащее около холодильника Она была столь яркой звездой и столь быстро и мгновенно взлетела Что, конечно, ее дальнейшая трагическая судьба Как бы очень сильно по контрасту сыграла Но она, тем не менее, осталась к символам советской эпохи И осталась на экране, осталась в истории Как, если не великая актриса, то, безусловно, великая женщина До своего 58-го дня рождения бывшая звезда не дожила 13 дней А она умерла одна, в пустой квартире, сутки пролежала на полу Ни некрологов, ни статей в газетах не последовало Лишь коротенькое извещение в газете «Вечерняя Москва» Панихида была в театре киноактера Народу было немного Все стояли в пальто и ждали, когда начнется гражданская панихида И вдруг за кулисами включили магнитофон И зазвучал нежный голос Валентины Серовой Сколько б не было в жизни разлу В этот дом я привык приходить Я теперь слишком старый твой друг Что в привычке своей изменить ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Субтитры создавал DimaTorzok